Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня с вами по секунду за второй аспект. В прошлый раз мы выучили с вами по секунду за глаголы в первой группе с глаголом avoir, который формирует по секунду за компози. В этот раз будем изучать вторую группу. Давайте посмотрим. Вот они у нас наши глаголы. Финир, заканчивать. Амбелир, что-то делать более красивым, украшать. То есть солир, что-то пачкать, обе ира, подчиняться. Обратите внимание, то есть мы просто отбрасываем эту эр от инфинитива, и вот остается то, что остается, и это будет наш партисип-пассе. То есть запомнить, как это будет, достаточно легко. И вот наш список глаголов. Давайте мы его с вами прочтем, а потом вы будете прописывать самостоятельно партисип-пассе этих глаголов. Финир, сезир, грандира. Ружир, шуазир, рамплира. Блондир, мегрир. Финир, заканчивать. Сезир, что-то схватывать. Например, какую-то возможность можно схватить. Или в воздухе что-то летит, и вы хватаете. Грандира, растить. Человек растет, например, у какой-то большой вырос. Ружир, краснеть. Шуазир, выбирать. Рамплир, заполнять что-то. Рамплир, например, стакан водой. А можно рамплир, формуляр какой-то тоже можно заполнить. Блондир, говорят обычно о волосах, которые светлеют, например, на солнце. Мегрир, это тащить, худеть, то есть сильно прям. Потому что есть глагол еще мельсир, там становиться стройным. А вот мегрир, это прям совсем-совсем худой. Сейчас вы выключаете меня, и все это прописываете. Даже если кажется вам, что финир, фини, ну что я буду прописывать, это очень легко. Эти глаголы тоже новые, и как они пишутся, тоже очень важно. То есть вы одним вот этим вот движением сразу двух зайцев убираете. Все-таки у вас в голове закрепляется этот момент того, что это, во-первых, глаголы второй группы. Потому что у нас есть очень много глаголов третьей группы, которые тоже на них похожи в инфинитиве. Дальше, какой партисип-пассе, и как они вообще пишут. Даже три, получается, аспекта. Все, я надеюсь, что вы выключаете меня. Все, теперь мы проверяем. Смотрим следующий слайд. И обозначила то, что в конце произносим. Тут уже разница есть между инфинитивом и партис-пассе. Финир. Фини. Сезир. Сези. Гранди. Гранди. Ружир. Ружи. Шуазир. Шуази. Рампли. Рампли. Блонди. Блонди. Мегри. Мегри. И voilà. Теперь давайте посмотрим как раз-таки опять. Мы с вами будем изучать сегодня тоже один аспект. Мы будем изучать глаголы второй группы и только те глаголы второй группы, которые формируют по секунду с глаголом avoir. То есть в прошлый раз было только глаголы первой группы savoir, а теперь только второе и только savoir. Давайте посмотрим, еще раз поскорим глагол avoir. Je. Tu as. Il a. Elle a. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Elles ont. И regardez, взяла глагол maigrir, tašit. Прямо, стыла это чуть-чуть куда. Как получилось? Ты отощала, я отощала. Je maigri. То есть это прям много-много килограмм. Tu as maigri. Il a maigri. Посмотри на него, он худой. То есть он стал прям тощим. Вот именно il a maigri. Вот он уже, вот мы видим, что он более худой, чем был до этого. Дальше. Nous avons maigri. Vous avez maigri. Ils ont maigri. Elles ont maigri. Обратите внимание, мы здесь делаем связку. Позе произносится. Ils ont maigri. Elles ont maigri. Et voilà. Глагол remplir. Заполнять что-то. Вы выключаете меня, спрягаете его самостоятельно в посетку. Позе и потом смотрит с вами совместно второй слайд. Перелистываю. Надеюсь, вы меня выключили. Я заполнил. Вы там вас попросили где-то в магазине. Вы говорите, я заполнил. В магазине иногда просят что-то заполнить. Если вы хотите вот эту карточку, чтобы вам скепки были. Или, например, в бассейне. Вы пришли в бассейн, вам тоже нужно спросить, заполнить что-то. Так что, можно сказать, я заполнил. Ты а rempli. Иль а rempli. Эль а rempli. Ну завон rempli. Вы завеи rempli. Иль зон rempli. Эль зон rempli. То есть я вам опять советую все глаголы, которые я вам дала, переспрягать по своему позе. Вы набьете себе руку. Вы посмотрите то, как вообще это пишется. И опять же, познакомьтесь с глаголами второй группы. И все то, у вас.